Друзья, всем привет! За последнее время очень много, понятное дело, информации про HyperOS на канале, но вот сегодня мы с вами отвлечемся от этого и поговорим о выходе первой сборки для разработчиков Android 15. Да, новая версия зеленого робота уже на подходе, поэтому давайте разбираться. Что же интересного в первой сборке разработчики приготовили? Что же, у нас подопытным получается выступает смартфон Poco F5 Pro. Да, это портированная прошивка, но с сохранением всех фишек, которые были заявлены. И да, кстати, если вам будет интересно загрузить данную прошивку на Poco F5 Pro, то в описании будет ссылка на этот порт. Да, получается, есть три у нас таких категории прошивок. Есть у нас чистый Android, есть iOS, а есть оболочки, которые основаны под управлением Android. Ну и, наверное, что фанатов оболочек больше, но вот я, когда вот ставлю такие вот сборки, когда, в частности, выходит новая версия зеленого робота, то мне очень интересно понять, в чем же вот именно этот фетиш, в чем вообще, в принципе, отличие от оболочек. И вот действительно, мне чистые Android в последние года стали очень нравиться. Но что у нас нового и интересного в новом пятнадцатом Android? Сразу скажу, что не стоит тут ожидать чего-то прям сверх вау, потому что первая сборка, и тут лишь только она была выпущена для того, чтобы понять, насколько она работоспособная, ну и тому подобное. Конечно, без багов тут не обходится, но если вам интересно поставить ее для ознакомления, то в целом могу вам рекомендовать эту всю историю провернуть. Первое, с чего начинаем, это обновленная пасхалка под новый пятнадцатый Android. И он у нас будет называться как Vanilla Ice Cream. И вот такой у нас, ну как, знак уступить дорогу, те, кто вот с правилами дорожного движения знаком, то есть такой вот у нас треугольник в обратную сторону. Уже как бы разработчики это подготавливают. Если же мы нажмем на этот сам логотип, то у нас проявится пасхалка такая скрытая из четырнадцатого Android, но оно в целом и понятно, потому что на этом как бы еще особого акцента разработчики не делали, и добавили лишь только новый логотип на будущее. Понятное дело, обновление всевозможных тут циферок и тому подобного, ну, конечно же, это очень замечательно и интересно. Из более такого существенного, что можно в новом пятнадцатом Android отметить, так это снижение громкости уведомлений. Это новая фича, которая добавляется, и да, если какая-то из фишек сегодняшнего видеоролика есть там на кастомах по типу Pixel Experience, там CR Droid и тому подобное, то там оно может и понятно быть, что как бы это кастомные прошивки, но в сегодняшнем видео мы говорим именно за чистый официальный Android. Так вот, получается, снижение громкости уведомлений у нас добавляется. Тут можно снижать громкость всех уведомлений, громкость для разговоров, а можно вообще ничего не снижать. Да, очень удобно, очень интересно, я думаю, что будет очень практично. Также, если вы любите более такую гибкую кастомизацию, то, конечно же, чистый Android будет под вас. И мне вообще тут как бы вся эта тема более нравится, нежели это реализовано в той же MIUI. Потому что есть сразу доступ к уведомлениям приложений, есть история уведомлений, которые мы также можем активировать без всяких проблем, есть всплывающие чаты сразу из настроек. Одним словом, это все очень удобно, а не так, как это реализовано в той же MIUI или же HyperOS, которая уже как бы называется по-новому. Следующие фишки, которые появляются, они находятся в разделе «Звук и вибрация». И тут, что у нас из интересного кроется, это в разделе «Вибрация и виброотклик». Тут у нас добавляется, во-первых, вибрация клавиатуры, мы можем ее просто отключить или же деактивировать. Ну и плюсом еще в плане вибрации у нас появляется возможность ощущать тактильную отдачу, когда мы меняем яркость экрана. Но на Poco F5 Pro это почему-то не работает, но на пиксель-устройствах, если у вас оригинальное пиксель-устройство, то там, я думаю, что все это будет полноценно работать. Да и в принципе, глядя вот на этот раздел, вы можете заметить, что есть у нас и адаптивная регулировка вибрации, там вибрация при касании, ну и различные там вибрации, которые позволяют вам ощутить, ну, улучшенную тактильную отдачу. Еще, что мне нравится, в принципе, в чистом Android, это, во-первых, то, что есть у нас и адаптивное звучание, которое адаптируется исключительно под вас. Есть еще тема, что играет сейчас, это по типу аналога Shazam. Ну, в принципе, в iOS такое есть по умолчанию, и вот в чистом Android также эту всю тему добавляют. Чего не сказать про оболочки. Из такого неприятного, что можно отметить, опять же, я не берусь сказать, что это будет в будущем, или же это, как бы, проблема первой сборки, или же это проблема на данном устройстве, что нельзя установить APK-файл через, допустим, проводник, или же из Телеграма напрямую. Вот, допустим, есть такое приложение, как Google G-mini. Это, я так понимаю, обновленный там искусственный интеллект, который будет интегрирован в новые прошивки. И его, как бы, ну, можно поставить уже сейчас. Кстати, ссылка на него будет в нашем Телеграм-канале. Но напрямую в пятнадцатом Android приложуху не поставить. Но есть один обход, так это установка с помощью ADB. Пока что других вариантов, увы, не придумано. Также есть еще интересный момент, который кроется у нас в шторке. А именно, когда мы нажимаем на Bluetooth, и дальше мы его активируем, мы можем с помощью данной шторки переключаться между подключенными Bluetooth-устройствами. И нам для этого не нужно будет больше переходить в сам раздел настроек. Это очень удобно, очень практично. И, я думаю, также многие это оценят. В целом, друзья, это и все, что пока что на сегодняшний день у нас по пятнадцатому Android. Сказать, что я доволен, ну, в целом, да. Потому что вот хочется чего-то получить нового. Ибо, ну, как бы, оболочки, они уже приелись. Их как бы куча, много. Из года в год, в принципе, гоняется одно и то же. А вот чистый Android, это, в принципе, что-то интересное. Может быть, когда-то в планах приобрету себе Pixel для всех вот этих вот тестов телодвижения. Потому что сама вот эта концепция Pixel, она очень интересная. И хочется, как бы, ну, так же сделать какие-нибудь сравнения и тому подобное. Получается, пока что прошивка у нас для разработчиков. Дальше там бета-тесты, там какие-нибудь предрелизы. Ну, и где-то там в сентябре этого года уже полноценно прошивка выйдет. Ну, и, соответственно, все другие бренды будут подстраиваться под новую версию зеленого робота. В комментариях напишите, какая у вас сейчас установлена версия Android. И планируете ли вы обновляться на новой прошивке и на новой версии зеленого робота. Ну, а если еще также остались какие-то вопросы по данному видеоролику, пишите об этом в комментарии. Там мы также с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok